Видеоадаптер, известно также как графическая плата, графическая карта, видеокарта, графический адаптер, устройство, преобразующее графический образ, хранящийся как содержимое памяти компьютера или самого адаптера, в иную форму, предназначенную для дальнейшего вывода на экран монитора. В настоящее время эта функция утратила основное значение и в первую очередь под графическим адаптером понимают устройство с графическим процессором, графический ускоритель, который и занимается формированием самого графического образа. Обычно видеокарта является платой расширения и вставляется в разъем расширения, универсальный, ПСИ-экспресс, ПСИ-ИСОВ, ПЭЙСО, МК или специализированный, АГП, но бывает и встроенный, интегрированный в системную плату, как в виде отдельного чипа, так и в качестве составляющей части северного моста чипсета или ЦПУ. В этом случае устройство, строго говоря, не может быть названо видеокарта. Современные видеокарты не ограничиваются простым выводом изображения, они имеют встроенный графический процессор, который может производить дополнительную обработку, снимая эту задачу с центрального процессора компьютера. Например, все современные видеокарты NVIDIA и AMD, ATI, осуществляют рендеринг графического конвейера OpenGL и DirectX на аппаратном уровне. В последнее время также имеет место тенденция использовать вычислительные возможности графического процессора для решения неграфических. Современная видеокарта состоит из следующих частей. Графический процессор, Graphics Processing Unit, графическое процессорное устройство, занимается расчетами выводимого изображения, освобождая от этой обязанности центральный процессор, производит расчеты для обработки команд трехмерной графики. Является основой графической платы, именно от него зависит быстродействие и возможности всего устройства. Современные графические процессоры по сложности мало чем уступают центральному процессору, и зачастую превосходят его как по числу транзисторов, так и по вычислительной мощности, благодаря большому числу универсальных вычислительных блоков. Однако, архитектура ГБА прошлого поколения обычно предполагает наличие нескольких блоков обработки информации, а именно блок обработки 2D графики, блок обработки 3D графики, видеоконтроллер, отвечает за формирование изображения в видеопамяти, дает команды RAMDAC на формирование сигналов развертки для монитора и осуществляет обработку запросов центрального процессора. Кроме этого, обычно присутствует контроллер внешней шины данных, например, PSI или AGP, контроллер внутренней шины данных и контроллер видеопамяти. Ширина внутренней шины и шины видеопамяти обычно больше, чем внешней, 64, 128 или 256 разрядов против 16 или 32, во многие видеоконтроллеры встраиваются еще и RAMDAC, современные графические адаптеры, ATI, NVIDIA, обычно имеют не менее двух видеоконтроллеров, работающих независимо друг от друга и управляющих одновременно одним или несколькими. Видеопамять, играет роль кадрового буфера, в котором хранится изображение, генерируемое и постоянно изменяемое графическим процессором и выводимое на экран монитора или нескольких мониторов. В видеопамяти хранятся также промежуточные невидимые на экране элементы изображения и другие данные. Видеопамять бывает нескольких типов, различающихся по скорости доступа и рабочей частоте. Современные видеокарты комплектуются памятью типа ADD, DRR2, DRR3, DRR4 и DRR5. Следует также иметь в виду, что помимо видеопамяти, находящейся на видеокарте, современные графические процессоры обычно используют в своей работе часть общей системной памяти компьютера, прямой доступ к которой организуется драйвера-видеоадаптера через шину AGP или PSI, в случае использования архитектуры Uniform Memory Access в качестве видеопамяти используется часть системной памяти компьютера. Цифроаналоговый преобразователь, SAP, RAMDAC, Random Access Memory Digital, 2NL, Converter, служит для преобразования изображения, формируемого видеоконтролером, в уровне интенсивности цвета, подаваемые на аналоговый монитор. Возможный диапазон цветности изображения определяется только параметрами RAMDAC. Чаще всего RAMDAC имеет 4 основных блока, 3 цифроаналоговых преобразователя, по одному на каждый цветовой канал, красный, зеленый, синий RGB, и шрем для хранения данных о гамма-коррекции. Большинство ЦАП имеют разрядность 8 бит на канал, получается по 256 уровней яркости на каждый основной цвет, что в сумме дает 16,7 миллиона цветов, а за счет гамма-коррекции есть возможность отображать исходные 16,7 миллиона цветов в гораздо большее цветовое пространство. Некоторые RAMDAC имеют разрядность по каждому каналу 10 бит. Для поддержки второго монитора часто устанавливают второй ЦАП, стоит отметить, что мониторы и видеопроекторы, подключаемые к цифровому дви-выходу видеокарты, для преобразования потока цифровых данных используют собственные цифроаналоговые преобразователи и от характеристик ЦАП. Видео, ПЗУ, Видео, Ром, постоянное запоминающее устройство, в которое записаны видео биос, экранные шрифты, служебные таблицы и тому подобное, ПЗУ не используется видеоконтролером напрямую, к нему обращается только центральный процессор. Хранящийся в ПЗУ Видео биос обеспечивает инициализацию и работу видеокарты до загрузки основной операционной системы, а также содержит системные данные, которые могут читаться и интерпретироваться видеодрайвером в процессе работы, в зависимости от применяемого метода разделения ответственности между драйвера и биос. На многих современных картах устанавливаются электрически перепрограммируемые ПЗУ, и пром, флеш-ром, допускающие перезапись видео биос самим пользователем при помощи специальной программы. Система охлаждения, предназначена для сохранения температурного режима видеопроцессера и видеопроцессера. Правильная и полнофункциональная работа современного графического адаптера обеспечивается с помощью видеодрайвера, специального программного обеспечения, поставляемого производителем видеокарты и загружаемого в процессе запуска операционной системы. Видеодрайвер выполняет функции интерфейса между системой с запущенными в ней приложениями и видеоадаптером. Так же как и видео биос, видеодрайвер организует и программно контролирует работу всех частей видеоадаптера через специальные регионы. При работе с компьютером больше всего информации мы получаем, глядя на экран монитора. Монитор чем-то похож на телевизор. Но телевизор нельзя смотреть вблизи, потому что он очень вредно действует на глаза. Монитор тоже действует на глаза, но не так сильно, как телевизор. Изображение у мониторов более четкое. Мониторы бывают разные, они различаются размерами экранов и качеством изображения. Размер экрана измеряют дюймами. Если вы не знаете, что такое дюйм, то возьмите спичку и сломайте ее пополам. Длина-то измеряют экран наискосок, между противоположными углами. Обычные мониторы имеют 14 дюймов. Часто так же встречаются мониторы с размером 15 дюймов. Бывают и еще больше, 17,19 и 21 дюйм, но дома ими редко пользуются. Если у вас мониторы с размером 14 дюймов, то на него надо обязательно надеть защитный экран, он намного снизится. Без защитного экрана работать с обычным монитором нельзя. Гораздо лучше мониторы, у которых размер 15 дюймов. Они стоят дороже, но их качество выше. С такими мониторами можно работать. Монитор, дисплей, компьютера IBM PC предназначен для вывода на экран текстовой и графической информации. Мониторы бывают цветными и монохромными. Они могут работать в одном из двух режимов, текстовом или графическом. В текстовом режиме экран монитора условно разбивается на отдельные участки, знакоместа, чаще всего на 25 строк по 80 символов, знакомест. В каждое знакоместо может быть введен один из 256 заранее символов. В число этих символов входят большие и малые латинские буквы, цифры, определенные символы, а также псевдографические символы, используемые для вывода на экран таблиц и диаграмм, построение рамок вокруг участков экрана и так далее. В число символов, изображая на цветных мониторах, каждому знакоместу может соответствовать свой цвет символа и фона, что позволяет выводить красивые цветные надписи на экран. На монохромных мониторах для выделения отдельных частей текста и участков экрана используется повышенная яркость символов, подчеркивание и инверсное изображение. Графический режим предназначен для вывода на экран графиков, рисунков и так далее. Разумеется, в этом режиме можно выводить и текстовую информацию в виде различных надписей, причем эти надписи могут иметь произвольный шрифт. В графическом режиме экран состоит из точек, каждая из которых может быть темной или светлой на монохромных мониторах и одного или нескольких цветов, на цветном. Количество точек на экране называется разрешающей способностью монитора в данном режиме. Следует заметить, что разрешающая способность не зависит от размеров и размеров. Электронная лучевая трубка ушла в прошлое. Ей на смену пришла технология жидких кристаллов. Дисплеи с жидкими кристаллами имеют полувековую историю. Они были разработаны в 1963 году в той самой компании RCA. Первые ЖК-мониторы страдали плохой цветопередачей и низкой скоростью прорисовки. Позже появились быстродействующие матрицы. Важным пользовательским отличием, помимо компактности, является отсутствие мерцания. ЖК-дисплей имеет постоянную подсветку и изображение формируется изменением прозрачности субпикселей. Позже появились дисплеи со светодиодной подсветкой, которая может изменять свою яркость как в целом по экрану, так и в нужных областях, что повышает общую контрастность изображения и экономит электроэнергию. Конструктивный дисплей состоит из ЖК-матрицы, стеклянной пластины, между слоями которой располагаются жидкие кристаллы, источников света для подсветки, контактного жгута и обрамления корпуса, чаще всего пластикового с металлической рамкой жесткости. Каждый пиксель ЖК-матрицы состоит из слоя молекул между двумя прозрачными электродами и двух поляризационных фильтров, плоскости поляризации которых, как правило, перпендикулярны. Если бы жидких кристаллов не было, то свет, пропускаемый первым фильтром, практически полностью блокировался бы на втором фильтре. Так называемая ТН-матрица, эти направления взаимы перпендикулярны, поэтому молекулы в отсутствии напряжения выстраиваются в винтовую структуру. Эта структура преломляет свет таким образом, чтобы до второго фильтра плоскость его поляризации поворачивалась на 90 градусов и проходила через этот фильтр без потерь. Если не считать поглощение первым фильтром половины неполяризованного света, то ячейку можно считать прозрачной. Если же к электродам приложено напряжение, то молекулы стремятся выстроиться в направлении электрического поля, что искажает винтовую структуру, соответственно свет перестает проходить. При отключении напряжения молекулы возвращаются в исходное положение. Вот так, варьируя напряжение, можно управлять степенью прозрачности каждой ячейки. Во всей матрице можно управлять каждой из ячейк индивидуально, но при увеличении их количества это становится трудновыполнимо, так как растет число требуемых электродов. Поэтому практически везде применяется адресация по строкам и столбцам. Проходящий через ячейки свет может быть естественным, отраженным от подложки в ЖК-дисплеях без подсветки, но чаще применяют искусственный источник света. Существует несколько основных технологий ЖК-дисплеев. Детально мы их рассматривать не будем, отметим их потребительские характеристики. ТН и ТН плюс фильм. Самая простая технология, распространенная в дешевых моделях мониторов и в некоторых планшетных компьютерах самого нижнего ценового диапазона. Характеризуется ограниченным углом обзора и слабой цветопередачей. Дешевые модели воспроизводят только 6 бит на субпиксель, то есть на один канал. IPS и S-IPS. Матрицы IPS имеют широкий угол обзора и лучше, чем у ТН-контрастность. VA, MVA и PVA. Похожие по своим характеристикам на IPS технологии, при взгляде под большим углом в тенях пропадает детализация. OLED. Дисплеи на органических светодиодах обещают стать более дешевыми и существенно более качественными в смысле цветопередачи и контрастности, чем традиционные ЖК-дисплеи. В настоящее время OLED-дисплеи применяются там, где не требуется большая диагональ, но хочется получить хорошую цветопередачу. Проблемы больших диагоналей были и у традиционных ЖК-дисплеев некоторое время назад. Также пока не удается создать долговечный дисплей. Срок службы нынешних OLED-дисплеев ограничивается несколькими годами. Возможно, эти недостатки удастся победить. В остальном же, относительно ЖК, эта технология выглядит очень многообещающе. Меньше габарит и вес, отсутствие необходимости в подсветке, большие углы обзора, мгновенный отклик, высокая контрастность, возможность создания гибких экранов и большой диапазон рабочих температур, от минус 40 градусов. Технология AMOLED и Super AMOLED. Технология AMOLED совмещает использование органических светодиодов с активной матрицей из тонкоплёночных транзисторов. Применяется в основном в мобильных устройствах, и там ко всем достоинствам технологии добавляется главная для дисплея мобильного устройства – возможность экономить электроэнергию. Ведь дисплей в мобильном телефоне потребляет больше всего энергия. Если в традиционном ЖК-дисплее подсвечивается вся поверхность, просто часть света не пропускается, то в AMOLED тёмные пиксели не подсвечиваются, это позволяет экономить заряд батареи. Правда, на ярких участках такой дисплей потребляет больше своего ЖК-аналога. В остальном же эти дисплеи имеют хорошую цветопередачу, контрастность и углы обзора, быструю реакцию. Однако, достаточно хрупкие и дорогие имеют ограниченный срок службы. Продолжение следует...